Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 17 ноября. Мученик Габрон во святом крещении Михаил, и с ним 133 воину! Грузинские мученики 10 века. Мученик Михаил, происходивший из знатного княжеского рода, с юных лет отличался храбростью и неустрашимостью, за что и был прозван Габроном, что значит на арабском языке мужественной, храброй. В 1914 году арабский военачальник Абдул Касим, опустошив Армении, захватил Тбилиси и осадил крепость Квеле, защищаемую Святым Габроном и его воинами. После 28-дневной осады, вероломно нарушив заключенное перемирие, арабы ворвались в крепость и пленили ее стойких защитников во главе с Габроном. Грузинский царь Ада Арнаса II, 881-923, выкупил многих пленных. Но на выкуп Святого Габрона арабы не согласились. Эмир предложил ему принять ислам, обещая свободу и богатство, но получил решительный отказ. Тогда на глазах у Святого Габрона были истреблены 133 его воина, также отказавшиеся отступить от веры во Христа. Святой Габрон, омочив крови мученика в палец, изобразил на своем лбу крест и, возблагодарив Господа за неспосылаемый мученический венец, кротко и незлобливо принял смерть через усекновение главы 17 ноября 1914 года. Автор мученичества Михаила Габрона, збетский епископ Стефан повествует, что тело Святого Габрона и тела 133 его воинов были зарыты в общую яму, чудный свет почти каждую ночь освещал могилу святых мучеников. Множество больных, приходивших на могилу святых, получали здравие. Грузинская церковь причислила мученика Габрона и его воина в клику святых и установила их память в день мученичества 17 ноября. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok